Уууу, контент пошёл, контент, уууу, пацаны! Опа, дружок! Ой, парни на траке, простите, случайно ударил. Ты там тоже кого-то уже клапаешь? Опа, да. Какого-то случается? А этот, походу, нашёл фармера земчуга. Опа, есть! Бежал я, значит, бежал. Всё, всё, погоди, погоди. Он что, перегруженный был, тигр? Блин, это русские. Тихо, тихо, не-не-не-не-не. Всё, мы с тобой разберёмся. Прикольные ошибки эти блатсталкеры. Можно, конечно, это всё ускорить немного. По-любому, тут ещё тоже был жемчуг. Ну-ка, ну-ка. Уф! Триста слотов жемчуга! Какой же кайф! Для игроков арка у меня важная новость. В эту пятницу, 10 июля, состоится старт Small Tribe Beginners на проекте Undead Ark. А на следующий день, в эту субботу, 11 июля, состоится открытие 3-man tribe-тест сервера с ограничением на 3 человека в tribe, все рейты x5, уникальные настройки и плагины, внутриигровой магазин и получение бонусов за убийство игроков. Всё это и многое другое ждёт тебя на проекте Undead Ark. Ссылка на старт Small Tribe либо на старт 3-менов, ты найдёшь в описании. Только вес на все... Какой гриф он же? А я смогу грабнуть? Зараза не наводится. Опа! Ху-ху-ху-ху-ху-ху, Иди сюда! Ты же его дружок, да? Иди сюда. самый донный который может быть понял ага вот так дальше до выдаем против одного но ребята это вообще не честно слушайте и как мне и чем и делать ладно видимо не так легко снимать людей из грифона хуйня на сервере тоже сироп подпингивает налагая спасибо где-то 100 150 ну да 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 иди не хрена так больше сниму надо сваливать да 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 летай удача здоровья счастья понимание так он не хочет его снимать план то просто сваливаем у нас на контур фобе вообще только один один раз чувак умер это типа и залога упал в турели плаги на официалке это конечно что-то с чем-то еще такой прикол был я когда туда на риппере приближал за мы сразу вылетели два грифина и вот сталкер это короче под это подскал не устал они не могли меня не граф отече подлетела либо сбил его типа на рипером начал кусать она были супер красная улетела готов по идее около границы карта тут увеличенный урон так что 1 и 2 дошки должно тут будет хватить изи а нет стоп не изи там еще что-то что же делать придется второй раз взорвать там стенка сплошная не зайду примерно здесь просто сплотишь и сломается будет быстро проплыть я почему-то рассчитал что денег тоже взорвется и турели уже не будут стрелять чем у меня порадуете ну да и это конечно очень предсказуемо было у этого типа весь основной лута за барьером и это даже никак не злутая мясо но он туда по-любому все перекинул с собой него вообще ничего нету игре 5 лет даже больше уже уже больше пяти лет этой игре до сих пор мощно самого создания этого замечательного творения ныкать через плод все ресурсы за барьер чтоб тебе не злутали обидно все это наверно было последнее вылазка все это сейчас скидываю склон и можно уже будет просят с официал очкой оперете даже не за никуда ходу steam опять упал она еще чем-нибудь придумаем на другие карты пока перейти нельзя больше какой же я гений осталось только паука закреподить и все только проблема в том что я очень много всего золотал и типа у меня перевес поэтому я вообще не смогу двигаться теперь они смогу двигаться сделал себе маленькую буточку один на один из структуры для плота которые остались двери ставим все готово мой дом на ночь готов можно идти спокойно спать слишком в углу если лягу да у меня ничего не торчать да у меня ничего торчать не будет можно в принципе спокойно отсюда же выходить ну и как я и ожидал через день когда я уже зашел в игру я до сих пор лежал в этой кибитке меня вообще никто не тронул так что это тоже один маленький такой лайфхак ну опять же если я говорю то что это лайфхак значит это лайфхак до того момента как я выложу этот ролик потому что потом это уже перестает быть лайфхаком наверное об этом уже будет знаете большинство комьюнити но все равно как бы сами задумайтесь когда вы летаете по карте и видите какие-то заброшенные кибитки один на один из дерева но вы их разве взрываете вы их разве сидите ломаете нет потому что вы знаете что там скорее всего просто какая-то кровать и это . для респа и никакого лута там быть не может поэтому на мой взгляд где-то процентов 90 игроков вообще пропускает мимо глаз такие кибитки и их даже не трогает хотя это очень хороший вариант заныкаться взять себя весь лут там разместить какую-то может быть ящичек в этой кибитки и в принципе с небольшим лутом можно там не поспать если вам приспечило куда-то срочно отойти и у вас нет времени строить какую-то базу либо добираться до своей базы ну и к тому же вот может произойти ситуация как произошло у меня когда ты просто не можешь перейти на другую карту потому что стима лег и трансфер не работает к сожалению такое тоже бывает и такое неизбежно возможно я не исключаю что некоторые люди хотели бы конечно продолжение этого сезона но я в этом не вижу уже смысла потому что в следующие два-три дня которые я играл я не нашел никаких баз а выкладывать видео только с нарезкой пвп как я с кем-то воюю там дерусь сражаюсь но никого не рейжу или продолжаю рейдить также каменных тире около металлические баски какие-то с не очень хорошей защитой либо вообще без защиты я не думаю что такой контент многим интересен да и лично мне записывать такое не очень интересно по мне так лучше какое-то вставлять пвп и плюс еще какой-то интересный рейд в этом сезоне я так очень много снял и очень много всего показал до этого наверное примерно где-то около года я играл на неофициальных серверах и мне на протяжении всего этого года говорили то что я играю на неофициальных серверах просто потому что не могу играть на официальном сервере но как оказалось основная часть игроков которая играет на официальных серверах она не особо умеет это делать и в подтверждении этого вы можете пересмотреть практически все видосики этого сезона. Я не говорю, что на официальных серверах нету хороших игроков. Я говорю о том, что большинство игроков не самые скилловые. А те, которые что-то умеют и что-то понимают в этой игре, играют только в больших трайбах. И Соло, и Лиду, Трио, там, Питеррио, ты с хорошими игроками не встретишь. Потому что, наверное, это так заведено, что если ты сильный игрок, то ты должен обязательно играть в каком-то большом трайбе, где тоже много там каких-то сильных скилловых игроков, которые что-то умеют. Так сказать, овцы пасутся стадом. Но в любом случае, как бы то ни было, сейчас у меня за окном херачат дождь, и хоть у меня и стеклопакеты, его все равно даже у меня сейчас слышно, будучи сидя в наушниках. Так что не знаю, как это отобразится на записи, но в общем не суть. Я хочу сказать о том, что спустя месяц игры я перестал находить хорошие какие-то базы, которые можно зарейдить одному, будучи оффлайн или онлайн. Это вообще не важно. Игроки очень быстро забросили играть, либо начали просто играть в редхоллах, в полутекстурных дырках карты, которых очень много, и искать и проверять все я не особо даже горю желанием. И по сути на серверах остались только большие стады овец, против которых сражаться у меня нету нужной тимы. Ведь я по сути весь этот месяц играл таким волком-одиночкой. Хотя мои знакомые, которые тоже со мной играли, я бы не сказал, что их навыков игры, их количество, хотят для того, чтобы противостоять каким-то крупным трайбам. И я опять же подтвердил свой вывод, который делал еще год назад, в прошлый раз, когда я играл на официальных конкурсных серверах, что на оффах скилловые игроки попадаются намного реже, чем на неофициальных серверах. На неофициальных серверах рейты выше, люди быстрее развиваются, и более умелых игроков я встречаю больше на неофах, чем на официалке. Уж так получилось, это лично мое суждение. И не стоит даже сидеть там в комментариях, что-то мне пытаться доказать, что это все неправильно и это все не так. Потому что при этом суждении я опираюсь только на свой опыт, а у вас может быть свой опыт, который отличается от моего. Вот и все. Ну и также в одной из серий я говорил, что в конце сезона выживания, если вы хотите, то я покажу нычки из хроны, где я прятал лут, либо где разводил птеров. И просил об этом написать в комментариях, но, к сожалению, таких комментариев набралось буквально прям ничтоженное количество, там буквально примерно 5-10, может быть, от силы 15 комментариев из более чем 30 тысяч зрителей. Так что показывать все нычки или очень хорошие места, которым я пользовался в этом сезоне, я не буду. Пожалуй, оставлю это для следующего сезона. И да, вы не ослышались. Я планирую еще один сезон с официального сервера, но когда я его начну снимать и когда он выйдет, я не знаю точно. Скорее всего, это будет примерно зимой, когда выйдет вторая часть Генезиса. Ну а пока что у меня в планах пойти с друзьями поиграть на неофициалке. С ограничением в трейбе на 6 человек и с рейтами x5. Скорее всего, это будет Undead Arc Small Tribe. И скорее всего, к моменту, когда я уже выпущу этот ролик, я уже там играю, либо уже наигрался. Так что можете смело ждать в скором времени выхода нового сезона. Небольшой спойлер, это я из будущего. Сессия прошла очень интересно, такого у меня еще не было. Так что обязательно посмотри новый сезон, в котором это все начнет выходить буквально прямо вот скоро-скоро. Само собой, все ссылки есть в описании. Что же, дружище, спасибо тебе большое за просмотр. Надеюсь, тебе понравился этот сезон, я старался его сделать подинамичней. Если тебе нравятся подобные выпуски, когда я играю один, и сражаюсь со всеми, кого встречаю, либо просто кого-то рейжу один, то оставь про это, пожалуйста, комментарий. Если будет много комментариев, может быть, следующий сезон по соло-выживанию я запилю быстрее. Тут уже как бы зависит от твоей хотелки. Ну и если уже досмотрел до сюда, то обязательно поставь лайк, а также подпишись на канал, если до сих пор не подписан. Также не забывай нажимать на колокольчик. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok